Приветствую всех зрителей и подписчиков. На канале Максимум самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости. Смотрите в этом выпуске. Все раздали, все продали. А мы, казахи, истинные казахи, почему мы должны это все терпеть? Послабление карантина и отмены режима ЧП сделало возможным для оппозиционных движений провести митинг. Так, вчера, 6 июня, инициативная группа по созданию демократической партии во главе с активистом Жанбалатом Амаем и движение «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Блязова, деятельность которой запрещена на территории республики, созвали народ на улицы крупнейших городов страны. Что требовали и как все это происходило. Также в нескольких регионах Казахстана десятки людей подверглись задержаниям в день протестов, проведению которых, как я уже сказал ранее, призвали две разные оппозиционные группы. Многих скрутили и затолкали в автозаке еще задолго до того, как они успели высказать свои требования. В одном из предыдущих видео мы рассказывали, что выпускные вечера в Казахстане уходят в подполье. Из-за непрекращающегося режима карантина их проведение оказалось вне закона. Однако, если пребывание в подполье не оказалось тихим, тот выход из него может оказаться очень даже весьма заметным. Обо всем этом подробнее смотрите прямо сейчас на канале Максимум. Свыше сотню людей задержала полиция в Алматы 6 июня. В день протестов, к которым призывали две разные оппозиционные группы. Это инициативная группа по созданию демократической партии во главе с активистом Жанбалатом Амаем и движение демократического Браказахстана, созданное живущим за границей экс-банкиром Мухтаром Аблязовым. Необходимо добавить, что деятельность этой организации запрещена на территории страны. Полицейский спецназ заблокировал подступы к площади перед дворством республики. Задержания прошли также в других районах Алматы. В Алматы в день протестов задержали более сотни людей. При задержании некоторых сторонников активиста Жанбалата Мамая, инициатора создания демократической партии, полиция применила силу. На протесты вышла и другая группа. Люди, поддерживающие оппозиционера Мухтара Аблязова, лидера движения «Демократический выбор Казахстана», которое власти считают экстремистским, а Европарламент – мирная оппозиционная организация. Спецназ задерживал их в нескольких точках города. Металлическое ограждение, сотни полицейских, автобусы со спецназом. В день митинга в центре Алматы перекрыли автомобильное движение по нескольким улицам, усилили контроль. К пересечению проспектов Достык и Абая протестующие не дошли. Путь, идущим на митинг, преградила полиция. Люди, среди них было немало пожилых, выразили возмущение. Наши дети, наши внуки, правнуки, как нас будут жить? Все раздали, все продали. А мы, казахи, истинные казахи, почему мы должны это все терпеть? Как наши дети будут? Они без работы. Внуки не видят питания, нормального питания, не видят дети болеют без конца, потому что они могут образование получить. Нет бесплатных жадников, нет ничего. Мы утопаем в долгах, в кредитах мы. Вот так вот мы уже устали, мы устали. Через некоторое время на проспект пришли Жанбулат Мамай и его соратники. Вы сверкли, и все равно эти внуки. Выступление Мамая прервал заместитель Аким Алматы Иржан Бабакумаров. 6 июня в стране действует новый закон о мирных собраниях. Он предписывает направить уведомление в Акимат за пять дней до планируемого митинга. Мамая утверждает, что направил обращение, тогда как в Акимате считают, что уведомление подано до уступления нового закона в силу. С предупреждением к собравшимся сегодня обратился заместитель прокурора города. Призывом прокурора люди не вняли. Громкоговоритель, которым пользовались чиновники и прокурор, оказался затем в руках Талгатар Скубека, провластного общественника, который призвал не нарушать закон и назвал Мамая провокатором. Полиция изолирована. Полиция изолировала собравшихся и разделила на несколько групп. Люди пытались собраться вместе, но спецназ блокировал эти попытки. Пожилой участник акции в знак протеста пытался вскрыть себе вены. Протестующие выражали возмущение. Не сумевшие преодолеть полицейский кордон, люди пели гимн. Когда возмущение нарастало, на месте появлялись рабочие в защитной одежде и начинали дезинфекцию. Улицы поливали машины коммунальных служб. Оказавшиеся в плотном кольце спецназа, активисты сказали, что объявят голодовку. После четырех часов пребывания в окружении силовиков их освободили. Заместитель Акима призвал их разойтись по домам. Мамай и его сторонники направились к улице Толиби, где, по их информации, находились их соратники, которых не пропустили к месту митинга. Но там никого не оказалось. Мамай заявил, что власти чинили сегодня препятствия и поблагодарил поддерживающих его людей. В Алматы в день протестов задержали свыше сотни человек. Азатык обратился за комментариями в МВД, но там не привели данных по числу задержанных на митингах. Также в нескольких районах Казахстана десятки людей подвергли задержаниям в день протестов, проведение которых, как я уже сказал ранее, призвали две разные оппозиционные группы. Многих скрутили и затолкали в автозаке до того, как они успели высказать требования. На повестке митингов были кредитная амнистия, освобождение политзаключенных, запрет на продажу земель иностранцам. В Казларде 6 июня полиция задержала около десятка человек. Местные активисты с плакатами в руках выдвинулись в сторону центральной площади, призывая прекратить преследование критиков власти и освободить политзаключенных. Менуна плакатында авайдың прасөзі баспасына бей болған өмчем қайқым. Осындай сөздермен біз бейлікті қарсыныз. Осы үзге дейін карантині бар. Хабардаэл өп өсплелетін түрйті өзіп 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 өз өзіп ғзіп өзіп өзіп өз. По пути к активистам присоединились еще несколько человек. На подступах к площади их задержали. В Шамкенте полиция оцепила площадь Ордабаса, которая обозначила местом протестов оппозиция. Задержали около 15 человек, которые не успели даже озвучить требования. Среди задержанных – профсоюзный активист Ерлан Болтабай. Вскоре на площадь пришли еще несколько человек. Они скандировали «Шалкет», «Старик, уходи», «Нет диктатуре», «Нет продвижения». Их тоже задержали. Двое неизвестных мешали корреспонденту вести съемку задержаний. Закрывали объектив камеры зонтами. Это далеко не единичный такой случай препятствования. Одного из чинивших припоны журналисту задержали. Он сказал полиции, что пришел из управления внутренней политики. Полицейская машина с этим неизвестным вскоре быстро отъехала. В октябре сегодня тоже прошли задержания. Собиравшиеся на протест не дошли до Центра искусств, где намечался протест. Задержания 6 июня прошли также в Таразе, Семее и Уральске. Задержанных доставили в отделение. Региональные департаменты полиции не привели данных по числу задержанных, заявив, что статистику выдаст МВД. К проведению митингов в этот день призвали две непризнающие друг друга оппозиционные структуры. Это инициативная группа по созданию демократической партии и движение «Демократический выбор Казахстана», которая, как считают власти, является экстремистским. Но в резолюции Европарламента упоминается как мирная организация. Но пока одни пытаются поспособствовать изменениям в стране, другие в это время заняты повседневными заботами, актуальными непосредственно в эти дни. Также в Алматы веселье выпускников закончилось с шафами. Накануне карта со школьниками устроил в городе переполох. Водители грубо нарушали правила, игнорировали знаки, разметку, заезжали на пешеходные зоны и двигались по встрече на полосе. Поездка без правил началась на одной из центральных улиц Алматы. Парни и девушки направлялись на Медео. Они высовывались из окон, шумели и размахивали руками. Обошлось без ДТП. Но теперь лихачам придется заплатить государству почти 140 тысяч тенге. Полиция заинтересовалась еще одной веселой компанией. Кортеж с выпускниками мчался по самому оживленному проспекту города. Затем веселые школьники отправились в частный сектор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...